и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абби Келкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам. С 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы анонсировали сегодня у нас в гостях. Вот даже не хочется сказать, что гость из Санкт-Петербурга, актёр и режиссёр, поскольку он родом из Риги, Роман Некстеренко. Добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день. И рад приветствовать наших дорогих, замечательных слушателей. Я, наверное, должен здесь упомянуть, что есть два романа Некстеренко, чтобы люди знали, да, так сказать. Ну вот это «Наш земляк», это роман Викторович Нестеренко. Можешь так вас назвать? Я знаю, что вы молодой человек, я равно Викторович назову. Мне даже приятно, с уважением. Да, и Артур Аватынч, я бы сказал, такой историк искусства, так, наверное, можно их представить. Можно даже. И мой консультант. Да, что очень важно. Мы, конечно, сегодня поговорим, ясно, что о творчестве, но, наверное, с таким акцентом на нашу жизнь, на пандемию, потому что, по крайней мере, в Риге, если мы говорим о Риге, я думаю, что, наверное, в Питере что-то нечто похожее, какой-то период вообще культура была закрыта, все ушли на самоизоляцию. Актеры театра русской драмы от отчаяния даже в какой-то момент вели, ну, для латышко-говорящих, не поверите, вот по Зуму курсы русского языка. Да, но что делать от отчаяния? Язык он объединяет. Это правда, да. Ну, я знаю, мы успели переговорить, правда, немножко перед эфиром. Вы сказали, что вот понятно, что вам тоже пришлось сидеть на самоизоляции, занимались еще самообразованием, даже вот там изучали историю Рериха, да, это целый класс. Но, наверное, все-таки по гримотворчеству, может быть, пандемия тоже как-то способствовала, дала толчок тому, что вы переключились, ну, не бросив театр, переключились на кинематограф, и вот мне даже прислала Артура вот этот вот тизер фильма «Счастье вдруг». Может быть, несколько слов об этом и вообще о кинематографе. Моем кинематографе вообще. Ну, сначала, наверное, о вашем. О моем кинематографе я автор одной полнометражной комедии. Полнометражной комедии, которая, хотя она и одна, но она уже нашумела в разных странах мира, она добралась до Бали, острова Бали. Мы получили там за главную женскую роль премию. Это как раз «Счастье вдруг», да? Да, «Счастье вдруг». «Счастье вдруг» – кинокомедия полнометражная, как я уже сказал, она час тридцать, и она снята по рассказам. Я создал сценарий, эксклюзивный сценарий по рассказам Аркадия Оверченко, «Короля смеха начала XX века». «Король анекдота», да. Ну, да. Как бы несправедливо забытого, я бы сказал, да? Он как-то очень странно забыт, потому что следы его произведения, он был в советское время как бы запрещен и как бы разрешен, потому что он был в белой миграцию сразу, когда началась. Хотя он, это потрясающая личность, он прожил яркую и очень короткую жизнь. То есть, его взлет 10 лет. И все, все, вспыхнуло все, да? В седьмом году он был также известен до революции, и он славу создал до революции. Да, то есть, седьмой год и... Седьмой и семнадцатый. Все, в семнадцатом году он уезжает сначала из Одессы в Турцию, вот, в Константинополь. А потом он переезжает в Прагу, Чехослакий, уже в двадцать шестом году умирает в больнице. Все, коротечная, непонятная болезнь, у него была проблема с глазом, в драке ему мужчина был здоровый, харизматичный, где-то в ресторане ему очень сильно повредили глаз, у него был глаз чуть ли не стеклянный один, вот, но... И там вдруг резкое осложнение в Праге, и он резко умирает, буквально за неделю сгорает, все, что случилось там, непонятно, и там же похоронен. Я все мечтал добраться до Праги, чтобы на могилу сходить Оверченко. Вот, десять лет ярчайшей жизни, несколько миллионов изданий, две экспедиции по миру и в Европу, потрясающие маскарады карнавала, которые он со своим журналом «Сатирикон» делал в Санкт-Петербурге. Он создатель «Сатирикона», журнала известнейшего. Да. Ну, так он, в принципе, широким кругам и неизвестен, пока нашим современникам точно нет. Это удивительно, что неизвестен. Его, вроде бы, он сбежал на Запад, напишал «Салстон ажей в спину революции». Это был такой манифест, он не принял, хотя он работал, 905-й год в Харькове, когда он из Харькова переезжает в Петербург, он уже немножко известен, немножко. Он прославился как раз на волне революции 905-го года. Так что, в принципе, этот фильм какой-то, своего рода, вклад в то, чтобы чуть-чуть открыть нам заново Оверченко. При том, что самое смешное, что в искусстве классиков советского кино он прослеживается, что удивительно, потому что я, когда работал, сейчас второй сценарий пишу по Оверченко, потому что мне эта тема понравилась, потому что на базе юмора можно вытаскивать очень интересные темы. «Сейчас я пишу сценарий про хайп». Ну вот это, мне кажется, что, может быть, тебя не прав, но мне кажется, что вы угадали вообще с жанром. Почему? Потому что, ну вот ты сейчас, когда смотришь эти новости, как уголосочные, мы все смотрим, и когда нет ничего светлого и вообще хорошего, то, наверное, вот я не знаю, те, кто снимает, может быть, какие-то ужасники или боевики, но они очень рискуют, на мой взгляд, потому что, ну вот после всей этой чернухи, которая идёт в нашей жизни сегодняшней, это бесконечная пандемия, хочется комедии, на самом деле. Очень хочется, жизнь непростая, вокруг пандемии, а они всё кровь-кровь. Да, знаешь, какой-то анекдот пандемии, когда Стивен Кинг выключил телевизор и сказал, какой ужас, сказал он, выключил новости, да, так сказать. Ну вот, в принципе, вот фильм этот, это действительно комедийный, но я так понимаю, основная цель показать, что, в принципе, что бы ни происходило, люди хотят счастья, да, одного. Ну, поэтому, в принципе, жизнь довольна. Счастье, просто у каждого человека счастье разное может быть, да. И, как сказал Тарковский в «Пикнике на обочине», в «Сталкере», он сказал, что мы даже иногда, бывает, и не знаем, что есть наше счастье, вот чего мы в жизни хотим. Это фильм «Счастье вдруг» – это фильм об осознанности. То есть проблема человека – это проблема понять себя, что я есть и чего я хочу в реальности, вот и работа с собой. В принципе, актёры в основном вот из Питера, да? Да, более того, они даже, я бы сказал, из ближнего круга, потому что я заканчивал театральный институт школы русской драмы и много наших питерских малоизвестных актёров, но которые были моими друзьями, и я знал, что люди заслуживают, но очень сложно вклиниться… По таланту. По таланту, да, по таланту. Вообще, это правда, потому что есть, наверное, обоим каких-то актёров, которые из фильма в фильм играют, но совсем не знаю, что те, кто театральные актёры, не могут замечательно дебютировать в кино. Не правда. Абсолютно верно. Я вам даже более скажу, что в хороший театр не попасть. Я не говорю про кино, а такой крупный театр, допустим, я не говорю про Александринку, я не знаю, а в молодёжный театр не попасть, потому что там… Более того, я скажу, что в самом молодёжном театре есть проблемы, потому что там постоянно новые курсы, которые худрук берёт новый курс молодых актёров, он ставит на них спектакли, и потом берёт лучшие один-два спектакля, из них берёт к себе в репертуар. В репертуар, да. А старые ведь актёры, они-то ждут новых постановок, а новые постановки всё, они приняты, и приняты с новым курсом. И получается, что годами хорошие старые актёры сидят без дела, они сидят и только облизываются. А курс один прошёл, четыре года, потом раз, второй, и новые спектакли ставятся. То есть актёры совершенно чувствуют себя не востребованы, даже без всякой пандемии, да? Абсолютно. У меня очень хороший знакомый актёр, Роман Ушаков, он, ко всему прочему, ещё и историк. Вот человек вот не знает, куда себя деть, потому что вот он играет там две роли, всё, в театре. Что-то в кино играет, но много не предлагает. И вот он ушёл в историю, очень интересный историк, с ним приятно поговорить. Вот. И он сказал, Роман, у вас маленький театр, я понимаю, что вы там ограничены, но вы ушли в кино, и вы создали свой, свой за свои деньги, ни у кого не бегая, не просяя, не унижаясь. Вы взяли, встали, и там, понятно, вы его снимали четыре года, но вы создали свой мир, свой фильм, и собрали команду. Это не делает практически никто в России. Вот вы предварили фактически мой вопрос, на который сейчас всегда сдают режиссёр. Вообще, можно ли получить какое-то финансирование и государственное, и частное на кино? Или есть определённая как бы ниша? Не знаю, вот если ты снимаешь при всём уважении о Великой Отечественной, там будет какой-то грант наверняка, да? Неважно, ты снимаешь там драму, или какую-то историческую историю. Если ты какой-то патриотический фильм снимаешь, тоже, наверное, как можно пойти давать на грант. А вот, не знаю, на лёгкую комедию, вот на такой жанр можешь какое-то финансирование получить? Есть у нас же целые каналы, которые заточены под комедию. СТС, ТНТ, но это каналы... Ну, это коммерческая история, да. И комедия будет коммерческой историей. Потому что вот я, например, свою очень сложную, я не могу воткнуться. У меня русская классика, у меня комедия. Я же всё продумал. Я по маркетингу, я, например, название, 40 вариантов названий. У нас столько копьев было на названии переломанное. Просто немоверно. Ну, попасть на российский канал тяжело, да, вот с комедией? Возможно, и легко. Но если ты родился в той семье... А, понятно, правильно, да. Да. Если ты там... Ну, хорошо, вот сейчас у вас есть определён уже успех на этих фестивалях. Может быть, это даст толчок какой-то? И есть у нас ещё другая проблема. Проблема состоит в том, что нет проката. Это вообще мировая проблема, в принципе, кроме Америки. Не только российская. И латвийская проблема, и российская проблема. Вообще, и европейцы, они стонут тоже. Да, потому что мейджоры – это большие прокатчики. Ну, как Мираж Синема, вот большие... В Голливуде, короче, да. Нет, у нашей российские и латвийские киносети. Киносети по стране, они закупают не просто американское кино, они покупают пакетами западное кино. Пакет на год. Понятно. Там 15 комедий, там 8 мелодрам, и они уже сделали. То есть они заплатили деньги... Всё, бюджет уже израсходован. Всё, и проблем нет. И вот, и, соответственно, поскольку такая структура проката выстроена, и, соответственно, никому не секрет, что все деньги мира американские. Сейчас скоро китайские жмут, да? Да. Но они американские, они там печатаются. Чё в порядке у них? Брайантон-Вудская система работает, пока, слава богу, у них. И она настолько внедрена в структуры и политические, и культурные, и в мозги, что на начальном этапе, приходя в серьёзную высокую школу, в институты Академии КИТА, это кино и телевидение института, ты приходишь на собеседование, сидит мастер, который набирает, он спрашивает тебя, а на что будет... Вот ты хочешь снимать кино своё? Я хочу снимать своё кино. А на что будет похоже твоё кино? Назови фильмы, которые это самое. Ты такой, нет, у меня своё кино, вот я вижу так... Не-не-не-не, вот из западного кино, скажи, вот Тарантино там, или, например... Сразу человека всё-таки... Сразу делает вторичность. Фокусирует, да. Забивая сразу в рамки вторичности. Это плохо. Это очень плохо, да. Есть, правда, европейское, как они говорят, такое альтернативное кино, но там есть отдельные удачные фильмы, да. Но они сейчас очень редки, к сожалению. К сожалению. Потому что я вообще за многополярность культур. Это правда. Да, вот ещё говоря, в принципе, вот о кинематографе, сериалах, это то, что, в принципе, наверное, наши радиослушатели смотрят. Ну, к примеру, последние ленты Вертинский. И вообще, в принципе, мне кажется, что это параллельный фокус, попытка, вот, ну, не знаю, чуть-чуть в историю углубиться и именно рассказать о тех личностях, которые вроде бы на слуху, но вот у них настолько яркая жизнь параллельно творчеству, да, что она заслуживает отдельное кино. Я знаю, что у вас тоже там есть роль в этом фильме. Вот как вы оцениваете вот такой вот, как бы, взгляд в историю? Это очень интересно. Это прекрасно. Это, ну, как сказать, Николай Фёдоров, русский философ, он говорит, это как посещение музея, но не застывшего музея, нет. Живыми персонажами, да? Да, но он, он, как, мы ощущаем сопричастность, как говорят, саспенс, мы имеем саспенс к персонажу, мы подключаемся в ту жизнь, и через подключение в ту жизнь Николай Фёдоров говорил о том, что музей, он архиважен, почему? Потому что музей – это обращение к корням, обращение к истории и обращение предкам. Вот как дерево, оно питается от корней, и вот идёт ветви. А ветви не зря, это, опять же, не моя мысль, это Фёдорова мысль, не зря музей и музы однокоренные, потому что тут совершается большой круг от обращения к корням, к музам, к листве и к творчеству. К творчеству. Вот там напитался, в музей приходишь напитаться, и, к сожалению, мы живём, я сейчас, может быть, немножко путанно говорю, мы живём во времена подмены, потому что сейчас пытаются обозвать музеем ну какие-то странные вообще вещи в Питере у меня во дворе. Музей Лего. Что за музей Лего? Ну да, есть предприятие делает конструкторы кубики, но ведь музей он собирает, либо это во времени отношение к прошлому, либо это музей искусств, который ищет дорогу к краю. Это вот об ответственности у меня были большие дискуссии в Петербурге с художниками. Он свободит творчество, художник никому ничего не должен. И вот я, соответственно, сразу вспоминаю книгу. У нас примерно тоже такие же дискуссии. Да, книгу «Парфюмер» сразу. Книга «Парфюмер». Считайте книгу «Парфюмер». И давайте будем говорить, что нет. Я стою на той точке зрения, что художник, если он обозвался, я художник. Вот для меня человечество испоконно века, вот из самой древности. И будет жить с ощущением потерянного рая. Если, конечно, наркотики не принимают. Да, естественно. Ну, возвращаясь к Кертинскому, у вас там небольшая роль. Многие актёры говорят, что как раз небольшую роль, не главную. Играть-то на самом деле и тяжелее. Да, потому что тебе нужно эпизод так ярко подать, чтобы ты и зрителю запомнился, и сам остался удовлетворён. Да, вот вы так это воспринимаете, эту работу? Или просто пригласили, пригласили? Нет, ну там всё случилось. Это одна из моих удач. Правда, мне этот эпизод нравится, потому что как раз растерявшаяся интеллигенция накануне, они уже чувствуют... Понимаете, это когда спинным мозгом чувствуешь, что там второй план есть в этой роли, что назревает такое, чего ещё никогда не было, большая кровь, и ты сюда уже никогда не вернёшься. Когда он говорит, ну это всё быстро закончится, мы сейчас поедем в усадьбу, мы переждём, потом вернёмся, и всё продолжится. И он себя уговаривает. А вы тоже быстро уезжайте, можете даже много вещей набрать. Хотя сам это уже не верит, да? А сам уже не верит. А сам уже не верит, это очень классная вещь. Это надо передать, вот эти ощущения, да? Да, второй план. Кстати, кстати, часть фильма снималась дома у Романа. Ну, да. Ага, то есть тоже... Прокомментируйте. Ну, да, квартира, я тоже собиратель, и квартира Веры Холодной снималась у меня. И Матильда. И часть. И часть, ну, часть Матильды, да. То есть феноменально сделанная. Поэтому Абдутия Смирнову... Дом плюс-минус 1900 года. Ну, Абдутия Смирнова сталантливая, да, нужно что-то знать. Немного знаю лично. Да. Немного знаю лично. Вот, интересно. Интересный сериал, но там тоже есть свои плюсы и есть минусы. То есть, как бы, ну, нет произведений без минусов. Конечно. Редки, за редким исключено. Многие считают, что вообще в таких произведениях вот эта историческая точность не важна. Важно передать персонаж. Ну, здесь можно спорить, наверное, да? Я думаю, что историки, которые скрупулёзно всё это изучали, они найдут ноги там, наверное, не доработать. Я совсем недавно посмотрел совершенно безобразный российский сериал 19-го года «Золотая Орда». Я слышал, да? Это, ну, понятно, что не надо изучать историю, когда ставишь. Но чтобы до такой степени, когда раб говорит хану в «Золотой Орде», «Хан, ты не прав!» Логично. Демократия всё-таки в «Золотой Орде». Вот вообще, то есть ему голову сразу не отрубили, ничего. Скажем, молодец, да? Я говорю, молодец, учту. Исправлюсь. Помедленнее я записываю, да? Да, да, да. Вот я посмотрел от начала до конца этот сериал, потому что мне было интересно, до какой степени безобразия можно дойти в работе со стороны. Оказывается, до высокой, да? До высокой, до высокой. То есть уникальный сериал по своему безумию. И там очень интересная история. Дело в том, что режиссёра, я и не помню фамилии, называть не буду, но там смешная история, потому что хорошо, когда пироги печёт пирожище, а сапоги сапожник делает. А тут, видимо, никто. «Золотая Орда» сценарий принесли, и никто из серьёзных режиссёров, которые много снимали, не согласился, видимо, снимать по тем или иным причинам, и сериал про «Золотая Орда» дали снимать человека, который снимал всю жизнь рекламу. Молодой человек, сколько это было, лет 30-32, он снимал всю жизнь рекламу. И картинку он делает красивую, ну там, цвета, цветовой контраст, мне так было интересно, да. Но внутренние отношения между персонажами, внутренние статусы, они настолько потеряны просто. — Вот ещё говоря, в принципе, вот, может быть, о вашей судьбе, вот нашему радиослушанию, наверное, будет интересно. Я так понимаю, что до середины 90-х вы жили в Риге, здесь закончили школу, да, и потом приняли решение уехать. — Да. — Почему? Я знаю, что есть много ребят латвийских, которые там всё-таки попытались здесь как-то получить образование театральное, или наоборот уезжали, потом возвращались. — Но в тот момент не было театрального института, и даже не было театрального... — Это уже через год только появились курсы с Табакова. — То есть, в принципе, вариантов не было, надо было уезжать. — Не было, мне там родственники в Петербурге не было. — Ну вы думали, что потом вы вернётесь, или вы всё-таки посчитали, что русский актёр должен делать карьеру в России? — Я вообще ничего не думал. Я поехал поступать, и для меня, вы знаете, когда тебе 18 лет, это большое приключение. Допустим, в какой-то момент я ушёл от своих родственников и ночевал прямо в комнате для занятий сценической речи, художественной речи. Это была маленькая комнатка, 3 на 3 квадратных метра, ногами я спал в тумбочке, а головой упирался в пианино. Поэтому это для меня было большое приключение. Я пережил эти 4 года, когда оглянулся назад, помнил, что у меня уже все друзья здесь. Я уже здесь настолько пустил корни. Меня знают на ленфильме, меня знают как-то в театральном мире. Все мои друзья, вот они, а в Риге там родители остались. Но был вариант, что переехали, купили квартиру здесь живём, мы там живём. А, то есть в Питере тоже, да. Да, и поэтому вот так и получилось. Потом меня взяли сразу после института, сразу получил предложение театра «Бенефис Боярского». Но кто же Д'Артаньяну откажет? Конечно. Вот, конечно. То есть с ним вы знакомы? Я, да, знаком, знаком. И с доченькой знаком, с Лизонькой, Лизонькой. Вот говоря о Санкт-Петербурге, но всё-таки чувствуется, что вот это очень такой культурный, театральный город. Не хотелось в Москву переехать, потому что кто-то считает, что там ещё больше горизонта, больше театров, больше возможностей. Я в Москве с Белым театром, потому что после Боярского я ушёл в Белый театр. Это был театр, который был награждён двумя золотыми софитами. Там знаменитый, прозвучавший в своё время спектакль «Мрамор по-бродскому», потом «Дом спящих красавиц», по-моему, «Кавабата». У интересный театр, там приходили режиссёры, которые ставили, тоже были лауреты золотых масок, с ними было интересно работать. И с гастролями я прожил в Москве полтора года. У меня знакомые там в театре Фоменко. То есть после приезжали с гастролями, да? У меня знакомые в театре Фоменко хорошие, Кирилл Пирогов, Илья Любимов. Так что у меня... Я же поснимался, я у Серебренникова поснимался. Да, кстати говоря, тоже. Да, вот я как раз и познакомился там и с Викторией Исаковой. А есть желание и мечта что-то сняться в какой-то главной роли или нет? Какой же актёр, который не мечтает сыграть Гамлета. Не знаю, смогу ли я ещё сыграть Гамлета. Ну, интересно, конечно, главная роль. Мне приглашали. Мне приглашали. Мне приглашали. Правда, это была студенческая работа, как раз попробовать Гамлета. Но в этот момент, вот будете смеяться, это как в анекдоте. У меня были ёлки. Это действительно были ёлки? Абсолютно. Это были ёлки. Это был я, заслуженный Дед Мороз, в Санкт-Петербурге. Меня в Петербурге очень любят. У меня там такие праздники. Вот сейчас Новый год отгремел. Я приехал в Ригу, чтобы отдохнуть. А действительно весь Новый год вы были Дедушкой Ворозом? Я бомбил так, что спал по четыре часа. Это была такая работа. Это что, в основном такие корпоративы, да? Корпоративы, да. Это корпоративы. Это очень весело. Первую неделю. Потом, когда ты приезжаешь первого числа домой, вот у меня последний праздник был в гольф-клубе под Петергофом. Вот мы отработали два часа. Потом я приехал домой, быстро переоделся, поехал, сыграл благотворительную ёлку. Вот. А после этого ещё там надо было сделать какие-то административные дела. И первого числа домой я приехал в 10 часов вечера. То есть всё, я посидел с родителями, выпил по бокалу шампанского и спать. И следующие сутки я спал. То есть Нового года не было как такового, да? Нет. И знаете, я как бы, наверное, просто в этом году так получилось. Вообще я люблю вот это ощущение праздника. Праздника и усталость, и всё это ты преодолеваешь. И когда 4-5 утра, вот это самое новогоднее настроение, вот как раз 4 часа 5 утра, когда ты приходишь домой, а все уже спят, горит ёлка, стопочит и стол, и ты садишься, понимаешь, что новогоднее всё закончено, новогодняя компания. Ты наливаешь себе бокал шампанского, сидишь, слушаешь тишину, потому что ты больше там не говоришь «С Новогодом! Счастья! Здоровья!» Пусть мечты сбывали! Ты всё это не говоришь, ты уже сидишь спокоен и понимаешь, что компания закончилась, что праздник состоялся, люди счастливы, люди довольны, всем было весело. И с чувством собственного долга ты понимаешь, что в следующие полмесяца ничего больше не будет, кроме собственных размышлений, отдыха. — С другой стороны, мне кажется, что поскольку мы живём в это, к сожалению, два года мы об этом говорим в это пандемийное время, с другой стороны, то, что вы говорите, что вот происходят ёлки, если так вот посмотреть по-философски, это же замечательно. Вот оно счастье вдруг. То есть что бы ни было, вопреки всякой чуме, народ всё-таки хочет отметить Новый год. Что бы там ни было, не знаю, в масках, в респираторах, хоть в противогазах, но он хочет отметить Новый год. — Главное, чтобы это не было пир во время чумы. — Да, конечно, да. — А к этому идёт. — Такое ощущение, что да. — Ну, не знаю, у нас как бы, да, у нас были послабления в Новый год, у нас и маски были, и не великие QR-коды, потому что, на самом деле, я не знаю, у нас были бы очень большие волнения, если бы Новый год не разрешили, потому что уже всех достало. Вот всё уже, тут накопилось такое, что Новый год надо было отметить. Уже шестимиллионный город. И у нас так красиво. У нас в Петербурге сейчас Манежная площадь сделали в стиле Гоффмана. Вот. Это большая-большая ярмарка. Ты с Малой Садовой входишь, и там большие ворота в стиле Гоффмана. Это вот эти вот полоски с красной, с зелёным. — Это красота. — Какая-то красота. Но потом на Манежную входишь, а там вот эти ларёчки, они все в этом стиле, в стиле Гоффмана. Это щелкунчики-щелкунчики. Народ битком. Это гуляние такое потрясающее. Но, опять же, это даже не в масках, но там пространства много. — Ну, есть расстояние. — Ну, расстояние, да, конечно, безусловно. Вот. Карусели потрясающие тоже. Вот если бы вот так вот я бы снимал Париж XIX века. — Прямо там. — Я бы прямо там просто поставил камеру, переодел бы людей, включил бы французскую музыку. — И больше делки ничего не надо. — Сошло бы за Париж. — Легко. Легко. — Ну, вот он становится около памятника, видно только нога и ограда. — Это Гоголь. Я знаю, это Гоголь. — Это интересно. Это, по-моему, 2012 или 2011 год. Приезжали какие-то, по-моему, британские кинематографисты, а может быть, даже по договору с Голливудом. В общем, они снимали какой-то фильм о Европе перед войной и с началом войны. И кто-то им подсказал. В общем, они решили снимать в Кудыге. И когда они приехали в этот город на эту базарную площадь, они сказали, слушайте, тут вообще это же экономия, никакие декорации не нужны. Никто ничего не ремонтировал с 30-х годов буквально, ну, за редким исключением. То есть осталось только переодеть актёров, поставить вот эти базарные все лавки, и вот тебе, пожалуйста, хоть какой-то польский город какого-нибудь 1938 или 1939 года. А Дубашьян, наш знаменитый режиссёр, друг Михалкова, он снимает сейчас детское кино, и он снимает детское кино, там история происходит во время Гражданской войны. И это какой-то маленький город по Волжье. Он сказал, абсолютная экономия, тут делать ничего не надо, Гражданская война только что прошла. Да, как будто ничего не изменилось. Вот не могу не спросить, как обычно спрашивают у людей творческих, режиссёров, какие планы? У вас есть какие-то задумки, или вы подошли уже к съёмкам какого-то нового фильма, или вы сейчас заняты в каких-то спектаклях? Потому что, как я и говорил, что в фильме я снял свои деньги, и я рассчитался с людьми, у которых там занимал, не занимал. Это феноменально. Да, это невозможно проверить, да. Без спонсоров обошлись, кто никому не должен, что называется. Никому не должен, слава богу, всё отдал. Опять же, Дедушка Мороз помог. Да, пойдёмте, да, да. Вот так. И да, а хочется, хочется, вот почему, почему хочется заниматься своим кино? Потому что над тобой не давлеет продюсер, который говорит, возьми вот того актёра, подошли ко мне люди после того, как мой фильм прозвучал, ко мне подошли люди серьёзные, петербургские такие, ну… Дельцы, да. Не дельцы, не дельцы. А, ну, как сказать, не отцы города, не дельцы. Ну, влиятельные люди. Очень влиятельные люди. Они сами не подошли, они прислали ко мне человека, который был из нашей общей компании, я его знаю, он из старшего поколения актёров, вот. И он сказал, знаешь, Рома, ты такой фильм прозвучал, в тебя готовы вложить хорошие деньги, вот. А на ты должен отказаться от своих актёров. Будут наши. Да, будут наши актёры, вот мы скажем, там, взять Безрукова, там, всё, мы всё проплатим, денег дадим, но вот, ну, зачем тебе вот эти люди, с которыми ты прошёл, извините, 20 лет жизни, я с 96-го… Когда есть Безрукова, ну, условно говоря. Да, есть Безрукова, зачем? Ну, поднимать ещё кого-то, это же вкладывать деньги ещё в малоизвестных актёров, зачем? Вот, давай это самое. Ну, и, собственно говоря, с этим человеком я больше не общаюсь. Ну, вот. Можно я добавлю? Вы задали вопрос о планах, да. То есть, первый фильм, блестящий успех. Кстати, да, я думаю, за 20 лет нашего тысячелетия это самый успешный в рамках международных фестивалей фильм. Кто получил больше призов, чем вы? Ну, дело не в количестве призов, дело в качестве. Нет, в количестве. Знаете, там же был Звягинцев, извините, который там, Канн. Стоп, Канн, нет, я имею в виду количество. Это победа там в Париже, Риме, Мадриде, Бали, да. В Петербурге премия актёрской гильдии. Но самое интересное, что фактически ведь сейчас фильм как такого коммерческого успеха не приносит именно из-за проблемы проката, да? Да, конечно, безусловно. То есть, очень сложно вклиниться в эту историю, потому что я делаю попытки, конечно, у меня периодически возникают люди, которым я говорю, там есть, давайте прокат. Вот. Они говорят, мы попробуем, поищем возможности. И пропадают. Примерно такой же ответ, как от латвийских прокатчиков. Ну да, понятно. Были переговоры с латвийскими прокатчиками. Мы встречались с Евой Романовой, главой союза кинематографистов, так сказать, она дала прокатчиков. Но прокатчики говорят, извините. Да, ну вот вы сказали, что снимаете, как бы, ну, понятно, что свое кино, и вот вы не общаетесь с человеком, который вам сделал такое, скажем, интересно или непристойно предложить. С другой стороны, в конце концов, вот если, допустим, кто-то скажет, опять-таки, излиятельных людей, неважно, там, в Питере, в Москве, еще где-то скажет, подожди. Он хороший режиссер. Он хочет снимать свое кино, пускай он снимает. Ну вот у нас есть, допустим, идея, есть сценарии, есть средства. Мы его пригласим, если такое есть понятие, как гостевого режиссера. Вы согласитесь в этой ситуации? Конечно, соглашусь. То есть, совсем другая история, да? Работать, работать с, просто, тут еще какой вопрос, вопрос о том, что, мы же говорим опять о свободе художника, да? И работа со сценарием. Что возможно делать с этим сценарием? То есть, не всегда сценарий, просто вот как золотой ордой стоит за него браться. То есть, как бы, много, видимо, хороших, реально хороших режиссеров, которые просто отказались, сказали, мы снимать не будем. А Гайдай, между прочим, вот кавказская пленница, никто не хотел браться, говорили, что за ерунда. А он взял и сделал классику. Классику. Ну вот интересно, вы говорите про золотую орду. Вот я, к примеру, думаю, что, может быть, со многими играя злую шутку, понимание того, что это так было давно из серии, свидетелей не осталось. Вот если снимают фильм, ну ладно, пускай о Великой Отечественной войне, столько есть документальных свидетелей, столько есть кадров. Там вроде бы даже и сложнее, потому что, говорят, подождите, же сто тысячи историков скажут, нет, вот этот эпизод в 1941 году в таком-то городе был так-то и так-то. А золотая орда у нас ведь как? Чем больше времени проходит с момента исторических событий, говорят, да что вы, ну мало ли что там писали. У нас другое прочтение. Понимаете, известный фантаст Николай Гумилёв, потому что его произведение по-другому не назвать, сказал, что орды вообще не было. Это было какое-то такое мирное содружество. Ничего, что там Козельск вырезали полностью и вот... Льва Гумилёва имеет. Да, Льва, не Николай, да Льва, Льва, извините, оговорился. Конечно, Льва. Вот, ничего, что Козельск вырезали. Можно я добавлю? Да. Роман фантастически работоспособный режиссёр. Вот мы работали... Нет долгого выхода, надо жить. Нет, фантастически. Я его познакомил с Бондаренко, это директор института музея Рериха в Петербурге. До этого мы обсуждали, так сказать... Значит, что-то будет о Рерихе? Вы что-то задумали? Это есть размышления на эту тему, да. Тема грандиозно сложная, грандиозно. Значит, и как анекдот, встречается роман с директором музея-института, поговорили. Тогда директор института говорит, подождите пять минут, пишет десять минут, вот вам списочек пятнадцати книг, вот когда вы их проработаете, мы с вами поговорим. А когда вы их проработаете... До этого он пришёл, посмотрел в Википедию, мы поговорили несколько часов, так сказать, о Рерихе. Да, интересно, грандиозно. Ну, конечно, такая личность, такая жизнь. То есть, о нём можно снимать фильм? А не то слово, это такая страница, то есть, человек... Опасно так же, как с Ордой. Ой, да, там очень опасно, потому что там очень много белых пятен, там много закрытых документов, там системы, политические системы, революции, политические системы имперской России, советская Россия, чуть-чуть он захватывает, потом уезжает на Запад 20-е, Америка 20-х, потом Транс-Тибетская, Транс-Гималайская экспозиции туда приезжает, уже в совсем другой мир. Он, то есть, он сбежал из-за... И всюду он в топе. Да, да. Куда бы не приезжал. Из-за него, да, идёт поражение одного из кандидатов в президенты Америки. Да, тому, там... К примеру, так сказать. То есть, там есть, что снимать. Там интриги такие, там... Ну, просто... Мафия, мафия, билдинг, всё грандиозно, пропажи картин, суды. То есть, там есть, что снимать, да? Да, там очень есть, что снимать, и там интересно, я работаю над сценарием, но это такой немножко долгий ящик, то есть, как бы это должно выстояться, потому что тот объём информации, который вот фокусируется вокруг и варится, вот, его быстро не сварить. Это не то, что мы пишем быстро. Мы пишем быстро. Это тут так не получится. Сляпать? Сляпать можно? Сляпать можно, но неинтересно. Ну, какие-то популярные, типа, а-ля детектив, быстренько сняли, это не ваше, да? Нет, значит, у нас идёт обсуждение приключенческого жанра. Опять же... Ну, приключения, да. Такое... Грандиозные приключения. Речь идёт о Якове Блюмкене. Ну, это тоже другой проект. Это же другой проект. Там есть что снимать тоже, да? История, там тоже есть что снимать, тем более, что Блюмкен с Рерихом пересекался в Транссибирской, когда он туда, когда... Размышления к Блюмкену было приводить через Рериха. Через Рериха. Короткая, яркая жизнь о том, как... Куда заводит идеализм бездумный. Опять же, фильм об осознанности. Потому что как мальчик из интеллигентной семьи вдруг становится террористом, ангелом смерти революции. То есть, вот я пришёл, Серафим, смерти революции, я буду строить новый мир. Потом он... Вдруг у него был кумир, у Якова Блюмкена кумир был известный английский разведчик Лоурен Саровийский. Вот. И он вдруг, Яков Блюмкен, поступает на факультет восточных языков, углубляет Восток. Ну, там так и сложилась политическая ситуация, потому что, когда социализм потерпел крах в 18-м году в Германии, правительство России, в том числе Троцкий, они направили свой взгляд на Восток. Там были возможности, потому что Монголия только... То есть, через Восток запускать Всемирную революцию. Всемирную революцию. Очень аналоги... Да. То есть, там есть, что снимать, на самом деле. Там вот тоже есть, что снимать. Грандиозный исторический плакт и аналогии сегодняшним днем Брестский мир. Убийство Мирбаха. Блюмкен предлагает не убивать Мирбаха, а похитить. Все решается на уровне... Куратор. Да. Партия СССР. Он не куратор. Куратор, это Троцкий, так сказать, партия СССРов. Когда принимается вопрос Украины. Украина отдала немцам. Есть точки зрения большевиков. Есть точки зрения эсеров. Эсеры говорят, мы не отдадим Украину. Один к одному сегодняшняя история. Ну, и там история еще состоит в том, что вот этот его идеализм, который его ведет и приводит, когда человек становится ангелом смерти, вот таким маленьким Бонапартом. Он ведь, допустим, почти финал его жизни, когда его отправляют в Монголию, где он встречается еще раз с Рерихом Вторично, и у него задание построить молодому национальному монгольскому государству построить военную академию. И он туда приезжает и говорит, эта академия будет построена, мы ее строим, и она будет имени меня. Без ложной скобности. Без ложной скобности. Академия военной академии имени меня. И феноменально талантливый человек. Феноменально. Да. То есть, вот это приключенческое. И вот это желание построить, кроме того, что вот он становится ангелом смерти, и вот его числами вырастать до глобальных масштабов, оно все равно не без основания, в любом случае, он верит в построение социального общества и общества справедливости для всех. Вот. И эта вера... И во всемирную революцию Троцкого. И она разбивается, в итоге-то разбивается она о частной цели и задачи. То есть, он в Монголии говорит, давайте присоединимся, сделаем большую социалистическую республику. А Монголы только что получили независимость от Китая, и они говорят, нет, извините. Мы пока своим домом поживем, мы подумаем, еще сто раз осмотримся. Вот. И он понимает, что и здесь нет. Приезжает в Советскую Россию, а там уже дела изменились. Да. Там уже тоже строят государство, крепость. Все. Им тоже не нужна мировая революция. То есть, вот, интересно. Интересно. Вот, может быть, такой последний вопрос. Так у нас все время быстрые эфиры подходят к концу. Фактически, с чего мы начали? Да. Вот у вас есть свой театр Аллы Паруса. Я почему говорю? Потому что, надеюсь, что рано или позже пандемии закончатся и поездки, допустим, из Латвии в Питер и обратно станут нормой. Я думаю, что многие, приезжая в северную столицу России, захотят вас театр посетить. Вообще, вот такой свой театр, он может выжить без дотации? Или вам как-то, не знаю, мэрия Санкт-Петербурга, комитет культуры, кто-то помогает вообще? Кто-то нам не помогает. Мы сами выживаем. Сами выживаем. Ну, то есть, люди ходят, зрители платят. Да, они ходят, платят, да. Несмотря на пандемию. Ну, сейчас-то, конечно, гораздо поменьше. Спектакли поменьше. Собственно говоря, мы поэтому, я и существую в таком достаточно свободном режиме. Да. То есть, у меня кино, я снимаюсь, и я еще работаю, еще в другом театре работал, но с пандемией тоже закончил. Ну, тоже в Питерском, да. Но в любом случае, это проекты, которые тоже позволяют, не то что, полноценно жить. Полноценно жить. Ну, что ж, пожелаю вам тоже удачи. Я надеюсь, что рано или поздно эта чума закончится, и мы вернемся к нормальной культурной телеотранной зрелищине. Я думаю, что счастье вдруг, я думаю, люди найдут возможность, видимо, в интернете как-то посмотреть кино, если она пока не вышла на большие экраны. Так что, ну, будем ждать следующих ваших работ. Спасибо большое. Да. Да. Будем надеяться, что еще неоднократно порадуем зрителям новыми интересными фильмами. Это точно. Спасибо большое. Спасибо. На одной волне сгод.